МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...такого большого праздника, который у нас состоится завтра, День Знаний. Ну, все любят этот праздник, согласитесь. Конечно. Все вспоминают свой первый День Знаний, 1 сентября. У вас какие ассоциации с этим праздником? Вот о чем обычно вы вспоминаете, о чем думаете? Наверное, это волнение, определенное волнение в ожидании чего-то нового, потому что каждый год, как и Новый год, несет определенные ожидания, ожидания лучшего в первую очередь, конечно. Это волнение, но это и чувство праздника. Потому что в этот день не только сам человек, который идет в школу, или в университеты, или в другие образовательные организации, но и вся его семья, все его друзья, родственники пытаются создать для него праздник и для всей семьи. Поэтому, конечно, это ощущение праздника. Накануне нашего интервью мы пообщались с орловчанами. Некоторые из них вспомнили свое 1 сентября. В общем, позитивный получился такой диалог. Давайте смотреть. Для меня это праздник. Просто праздник души, праздник воспоминаний. И праздник всего самого лучшего. Если смотреть из своих воспоминаний, то помню себя, идущего в школу с какой-то, не знаю, опаской, с каким-то нехотением, с той грустью, что закончилось лето. Вот как-то так. Так, а ребенка везти в первый класс, это, не знаю, чувствую какую-то определенную ответственность. У подруги эта девочка идет в первый класс. Фотографии с огромными белыми бантами я жду от нее. А так, наверное, уже все. Ну и жду. Первый сентября. Через семь лет будет. Праздник в первую очередь. Конечно, учеба наступает, пора учиться. Тем более, последний год остался. Готовиться сложный год будет. Ну, ничего не поделаешь. Первый класс очень хотели и ждали. Поэтому, может, сейчас по-другому, а тогда мы ждали. Тревога. Новый шаг какой-то был, несомненно. Было страшно. И впечатление, вот, учитель, что-то новое. И очень хорошо вспоминаю букет. Вот букет для девочки, наверное, много значил на первое сентября. Ольга Васильевна, действительно, первое сентября такой день. И хотелось, чтобы он был запоминающимся. Вот как День Знаний пройдет в вашем вузе, как будете праздновать? Я могу сказать, что практически уже традиционно. Потому что в прошлом году у нас День Знаний был в том здании, где принимали документы, где абитуриенты приходили для того, чтобы поступить в университет, выбирая свои направления и специальности. Поэтому День Знаний состоится на площади возле фундаментальной библиотеки. Для наших студентов уже, первокурсников, подготовлены и выступления творческих коллективов, такой небольшой праздничный концерт. И вручение грамот, благодарностей тем студентам, которые поступили в университет, будучи победителями различных олимпиад. Это будет чествование лучших студентов, которые летом вкладывали свои силы и труд, работая в струоотрядах, патриотических отрядах, педотрядах. Вот об этом поговорим немножко позже. Ну, в общем, награды будут. Будет настоящий праздник. А какое количество студентов будут праздновать 1 сентября в вашем ВУЗе? Сколько из них первокурсники? В этом году на первый курс поступило 4,5 тысячи студентов по самым различным формам обучения. И поочной, и по вечерней, очень на заочной форме, и по заочной форме. Но еще прием продолжается. На заочную форму у нас вот сегодня проходит, до 6 числа проходит зачисление. Есть прием еще на специальности среднепрофессионального образования. В этом году в гимназию университета два класса первоклашек пришло. Около 40 человек. Давайте напомним, где расположена эта гимназия. В городе Мценске. Для нас это тоже приятно. Поэтому 1 сентября будет действительно в такой системе непрерывного образования. С первого класса по 11-й. Среднее образование, профессиональное образование во всех наших колледжах. А их у нас 4. И, естественно, в университете и для аспирантов, и для магистров, и для бакалавров, и для специалистов. Я предлагаю подвести итоги приемной кампании. Что показала она в этом году? Мне отрадно отметить то, что абитуриенты, которые сегодня приходили в университет, имеют сравнительно высокий балл ЕГЭ при поступлении в университет. Самые высокие баллы складывались на таких специальностях, как филология, гуманитарная направленность, научная направленность. Но, тем не менее, действительно высокий проходной балл. В институте иностранных языков, естественно, юридический институт, экономический институт. Но для нас очень приятно отметить то, что инженерные специальности в этом году пользуются большой популярностью. И пришли подготовленные абитуриенты, студенты уже, также с высокими баллами. Специальности, связанные с биотехнологиями, с обработкой и переработкой продуктов питания. Очень хочется отметить, наверное, такие специальности творческой направленности, как дизайн, специальности на художественно-графическом факультете. Ольга Васильевна, я предлагаю продолжить после того, как мы послышим нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Ольга Васильевна, здравствуйте. Хотелось бы поздравить и вас, и всех учащихся в приближении учебного года. И вот, как первокурсник, очень интересно, будут ли проходить какие-нибудь масштабные мероприятия в УЗИ. И более того, можно ли будет в них поучаствовать. Вот такой вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Если говорить о масштабных мероприятиях для студентов, но студенты у нас, в общем-то, неотделимы от всего коллектива университета. Да, у нас будет весь год, весь 17-18 учебный год насыщен очень крупными мероприятиями. И первокурсники в них могут поучаствовать. И первокурсники в них будут участвовать. Я не говорю о тех традиционных вещах, которые являются как посвящение студенты, посвящение в первокурсники, веревочный курс, который проводит правком студентов для знакомства и команды образования в таких группах. Это традиционные вещи. Но уже в сентябре месяце у нас пройдут очень большие мероприятия федерального уровня. 7 сентября в университете совместно с детской больницей НКМЦ имени Круглой и совместно с компанией Samsung и центром Дмитрия Рогачева и Московской школой Ямбурга Мы открываем класс для детей, которые находятся длительное время на лечении в больнице по технологии, по методике «Учим-знаем». Это федеральный проект. Для нас важно не только открыть эту школу, но наши магистры, наши студенты становятся тьютерами, психологами, которые будут работать с этими детьми по индивидуальным планам. Они будут вместе с родителями составлять эти индивидуальные планы обучения детей, находящихся в таких сложных жизненных ситуациях. То есть очень важно в плане обретения опыта? Для нас, конечно, важно не только обретение опыта, но и важно так, чтобы в нашем регионе, в нашей области появились люди, которые в последующем смогут это делать уже самостоятельно, без поддержки университета, но на базе вот этой школы, которая откроется. Для нас очень важно сегодня, чтобы родители, которые находятся вместе с детьми, поверили в то, что ребенок, когда он лечится, он может также получать образование, достойное образование. А для этого используется, я не случайно упомянула там и компанию Samsung, потому что она выделила и спонсировала различные электронные средства для доступности образования. Наши сейчас преподаватели проходят подготовку и повышение квалификации в московских центрах, в частности в школе Ямбурга. У седьмого числа ряд гостей приедет к нам для открытия этой школы. И, естественно, студенты, которые сегодня поступили в университет, и первокурсники, и старшие курсы, конечно, они будут вовлечены в качестве волонтеров для того, чтобы участвовать в таком процессе оказания социальных, по сути дела, помощи, психологической помощи и обучения. Это одно из мероприятий, с которого начинается, по сути дела, с сентября. Далее у нас 22 сентября пройдет День студенческого спорта. Этот праздник сегодня узаконен, он является праздником тоже федерального значения. Это соревнования у вас будут? У нас будут организованы и показательные выступления наших команд на базе спортивного комплекса на Ногурском шоссе 29. Будут устроены соревнования для всех студентов, в том числе и для иностранных студентов из всех стран, где они будут командами выступать, соревноваться между собой. Но в большей степени это будут игровые такие квесты, спортивные квесты. То есть можно прийти и поболеть. Да, можно прийти и поболеть. Этот праздник начается в 5 часов на Ногурском шоссе. И закончится он чествованием, конечно, победителей тех команд, которые станут лучшими на этом празднике. Наверняка призы тоже будут. Да, в это же время будет проходить гимназиада у нас в Орле. Поэтому на нашем празднике будет присутствовать часть гостей, которые приезжают и для того, чтобы участвовать и быть зрителями этой гимназиады. Это тоже еще один из элементов такой непрерывности не только образования, но и молодежного духа. Мы будем разговаривать в рамках этого дня о проекте научного сопровождения федерального проекта. Это самбо в школу, самбо в университете. И будем презентовывать региональный центр по научно-медицинскому и педагогическому психологическому сопровождению детей, которые сегодня занимаются самбо, учитывая, что в федеральных стандартах общего образования эта дисциплина внедрена уже в уроки физкультуры. Мы работаем сегодня вместе с нашим филиалом юности России, который очень активно, Королев Николай Николаевич очень активно подключился к этому. Но он давно, вернее, подключился. Это мы в большей степени, наверное, к нему подключились. Ольга Васильевна, все состоится очень скоро. Орловчане смогут сами оценить. А теперь мы вернемся к нашим телезрителям. У некоторых из них была возможность задать вам свой вопрос до эфира. Я предлагаю посмотреть наш видеовопрос. Ольга Васильевна, я считаю верным данное утверждение, что мало поступить в университет, нужно из него не вылететь. Какие требования в ВАГУ? Вот действительно, какие требования в ВАГУ? Требования к дисциплине какие? Вы знаете, сегодня законодательство настолько направлено на то, чтобы студент, который обучается в университете, был заинтересован в результатах своего образования. Даже в результатах получения профессии и знаний, которые ему потом будут необходимы в жизни. Поэтому, конечно, первое требование и самое важное, это то, чтобы студент был заинтересован в качестве своего образования. Для нас очень важна обратная связь со студентом. Мы открыты для того, чтобы слышать замечания, которые он говорит, если ему что-то не нравится. Не преподаватель имеется в виду, а именно в организацию учебного процесса. Если он говорит о том, что те компетенции, которые он получает или считает нужным получить, не раскрываются полностью по каким-то либо причинам. То есть мы будем пересматривать это в рамках, конечно, законодательной базы. Но, тем не менее, реагируя на любые такие пожелания студентов для того, чтобы создать для них условия максимальные для получения качественного образования. А что насчет дисциплины? Конечно же, лучше не пропускать. Все студенты знают. Конечно, лучше не пропускать. Конечно, активно участвовать в жизни университета. Потому что сегодня меняется полностью парадигма образования. Просто приходить на лекцию и слушать ее в рамках учебного процесса – это требование обязательное, потому что оно сыграет для того, чтобы набрать студенту определенные баллы, которые помогут ему проще, наверное, так сказать, сдать и сессию, и выйти на сессию, и получать стипендию. А стипендией сегодня много, они в разных размерах, но для того, чтобы заработать… Есть очень хорошие суммы, действительно. Есть очень хорошие, да. Но для того, чтобы ее заработать, необходимо стараться и посещать занятия, и активно участвовать во всех мероприятиях, начиная от занятий научной деятельностью, заканчивая различными общественными мероприятиями, которые проходят. У вас таких студентов все больше и больше говорят. Послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Прежде всего, хотелось с Югу Васильевну поздравить с началом учебного года. Спасибо. У меня такой вопрос. Я закончила школу, вот поступила в наш Орловский государственный университет, училась на отлично, хотела продолжать учебу и в институте также. У меня вопрос такой. Как мне возможно получать в университете максимальную повышенную стипендию, какие-то там, какие при этом я должна как бы соблюдать условия, как сдавать экзамены, какие там дополнительные, могу какие-то получать гранты, если там участвовать где-то, что-то. Спасибо вам большое. Спасибо большое за вопрос. Судя по всему, потенциальные отличия. Очень хорошо. Мы всегда рады не просто потенциальным отличникам, а людям, которые думают о своем будущем. На самом деле в первом стебестре для первокурсников стипендия будет для всех одинаковая. Это требование законодательства. Но после первой сессии, после того, как вы показываете хорошие результаты и во время первого семестра, если вы проявили активность и привлеклись к научной деятельности различной, к получению грантов, к участию в общественной работе, в строительных отрядах, в движении строительных отрядов, в патриотических различных акциях, вам за это выделяется не просто повышенная стипендия, но даются грамоты, даются награды различные. Они отмечают вас и в том числе и премиями, которые есть в университете. Но после первого семестра стипендия пересматривается, и она назначается уже в повышенном размере в зависимости и от успеваемости, и от различной активности. Поэтому я только могу пожелать вам, чтобы вы с первого дня нашли себя в университете. Помощником станут, конечно, работники деканата и декан в первую очередь. И та кафедра, которая является выпускающей, по которой специальности вы учитесь. Ольга Васильевна, предлагаю вернуться немного к приемной кампании. Почему так престижен наш УЗ? Ну, о престижности, наверное, нам предстоит доказывать многие-многие годы, потому что сегодня конкурентная борьба на поле образования очень серьезная. И если мы раньше говорили о конкуренции в регионе или в масштабах Центрального федерального округа или страны в целом, то сегодня мы уже говорим о конкуренции на мировой арене, образовательной арене. Действительно, с одной стороны, наши требования, я бы сказала, жесткие, потому что мы стремимся требовать от студентов, чтобы они учились в те сроки, которые установлены учебными графиками, учебными планами, но в то же время предоставлена возможность получения онлайн-образования, и открытые университеты появляются сегодня все больше и больше на арене. Поэтому престиж, конечно, это совокупность, интеграция всех усилий университета, которые есть. И если мы сегодня завоевали определенное доверие для того, чтобы поехали к нам абитуриенты, нам предстоит вот это доверие и оправдать. И если мы сможем его оправдать, тогда мы сможем говорить о том, что мы стали престижными на самом деле. Если наши выпускники будут становиться успешными людьми, если они будут все трудоустроены, если они будут любить свои профессии и получать еще достойную за это зарплату, тогда можно будет сказать, что да, мы гордимся, мы стали действительно престижными. И мы будем для этого делать все, конечно. Но еще раз повторю, это интеграция и усилий коллектива, и усилий студента. Это интеграция и науки, и творчества, и среды, в которой обучаются. И нам здесь предстоит вместе уже с молодыми студентами делать много-много. А вы сейчас среди нынешних студентов видите ли тех, которые готовы не просто учиться, получать диплом, а дальше прокладывать свой путь в науке? Да, у нас много таких студентов. И не только те, которые сейчас обучаются в магистратуре или в аспирантуре, но и те, которые являются бакалаврами, слава богу, появляется и все больше, и в большей степени заинтересованность не просто изучать теоретически какие-то данные, да, но и пытаться отдать себя в свою будущую профессию. То есть попытаться делать что-то руками, попытаться писать, пытаться писать и произведения, и художественные произведения, полотна. Пытаться, не то что пытаться, но и делать на самом деле. Участвовать вместе с преподавателями, сотрудниками в различных грантах, в конференциях, выезжать в другие вузы и на предприятия, или в организации для того, чтобы получать, и другие страны в том числе, получить как можно больше знаний. То есть концентрировать в себе, сгенерировать все, что можно вот в таком прекрасном возрасте сгенерировать для того, чтобы потом все это возвратилось и для самого человека, ну и, наверное, для страны, и для университета с точки зрения именно такого прорыва и научно-технического, и социального. Студенческие отряды набирают популярность. Мы с вами говорили выше, то, что ваши студенты активно участвуют в этом движении. А по каким направлениям? Студенческих отрядов, которые работали летом, у нас было несколько, направлений. Это и педагогические отряды, которые работали и в нашем лагере, при университетском, так скажем, не пришкольном, а при университетском лагере в течение июня месяца. Но уклон был в этом лагере по различным творческим направлениям. Это и робототехника, это и предпринимательство юношеское, это и нанотехнология, это и химия, и медицина. Студенты педотряда работали в этих лагерях. Часть студентов факультета иностранных языков работала в лагерях Орловской области, специализированных сменах, которые, ну, было углубленное изучение иностранного языка. Часть студентов уезжала в строительные экологические отряды, где они занимались в том числе и высадкой деревьев вдоль реки Аки и приведением в порядок различных охранных территорий заповедных зон. Строиотряд выезжал и в Крым, в Бахчисарай, для восстановления памятника Первой мировой войны и Второй мировой войны. Там, где был наш Орловский полк, воевал и погибло очень много орловских солдат. Вот действительно такая полезная работа. Ребята поделились своими впечатлениями, рассказывали? Конечно, поделились. Самое главное, наверное, то, что они понимают причастность к истории страны, к большой истории страны. Понимают то, что для нас сегодня очень важно восстанавливать, не просто восстанавливать что-то забытое или заброшенное, но и принести частичку земли, своей земли, родной земли туда, где остались наши солдаты. И они это делают. Конечно, поисковые отряды, они также работали все это летом. Ребята молодцы. Без дела не сидели. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. В нашей студии Ольга Васильевна Пилипенко. Наш телефон 761028. Ольга Васильевна, хотелось бы поговорить о планах. Какие они на этот год? Планов много. Основное, первое и самое важное, наверное, еще раз повторюсь, но я сегодня говорила, мы должны всем коллективам осознать то, что нам предстоит год осознания именно смены парадигмы образования. Это максимальное приближение образования к реальному сектору экономики. Это образование по потребностям времени. Это обязательная интеграция во все производственные процессы, которые производственные предприятия, организации, не только заводы. Под производством я понимаю и телекомпании, журналистские компании, в том числе и школы, и где наши педработники работают. То есть во все производственные сектора, экономики, которые есть сегодня и у нас в регионе, и за ее пределами. Максимальная интеграция именно студентов с преподавателями в процессы, которые идут. Для того, чтобы, вот еще раз повторюсь, вот это максимально короткое время, которое отводится студенту на обучение, 4 года бакалавриат, 2 года магистратуры, они выходили с тем багажом, который бы позволил им становиться как можно быстрее успешным человеком и использовать свои знания максимально для того, чтобы определенным образом расти дальше. И не только интеграция вот с реальными проектами, но и обязательно углубленное изучение иностранного языка. И обязательно еще то, что мы будем делать, это интеграция в культуру, культуру России, интеграция в культуру нашего региона, в труд. Это обязательно. Мы понимаем, что планов очень много. Но очень важно, конечно, еще раз говорю, принять закон уже о цифровой экономике, о переходе всей страны в режимы цифровой экономики. И осознавая те процессы, которые происходят за последнее время в развитии информационных технологий, мы должны все понять, что действительно образование становится очень доступно. И для того, чтобы отличаться, для того, чтобы получать максимальные знания, мы должны научить студента учиться. Учиться пользоваться различными IT-технологиями, различными гаджетами, различными библиотеками, электронными библиотеками. Я прошу прощения, очередной звонок нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Прежде всего, я хотела бы поздравить Ольгу Васильевну и весь коллектив с завтрашним праздником. 1 сентября для всех, для нас праздник. И вопрос у меня такой. У меня сын в этом году поступил в Бородовский государственный университет. Но сейчас мы снимаем квартиру для него, комнату снимаем для него. Есть ли какая-то перспектива получить общежитие для первокурсника? Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, действительно актуальный вопрос. Да, вопрос действительно актуален. И мы расселяем в этом году почти тысячи человек. У нас очень много иностранных студентов, которые приехали. Но процесс заселения в общежитие продолжается. Мы обещали и выдержим свое обещание по вопросу того, что все студенты будут расселены. Если на сегодняшний момент... У нас есть места, которые мы бронируем, студентов иностранных, которые будут приезжать немножко позже. Но, тем не менее, если у вас такой вопрос возникает, и ни один ребенок не останется на улице, могу так сказать. Надо прийти в основной корпус Комсомольская 95. Мы разберемся и обязательно поселим. Ребенка найдем место. Но если возникает вопрос, что какие-то не устраивают условия или не устраивает родителя ребенка условия, и он учится на бюджетной основе, то мы будем использовать максимальный механизм оказания материальной помощи для того, чтобы заселить... Если вы снимаете квартиру, для того, чтобы поддержать ребенка материально, компенсировать затраты, которые он несет. Очень хорошо. Ольга Васильевна, а теперь предлагаю поговорить о быте, вернее, продолжить эту тему. На вашем официальном сайте указано, что АГУ единственный в регионе университет, который имеет современную социальную инфраструктуру, 9 благоустроенных общежитий, вот как раз о чем мы говорили. База отдыха «Зеленый берег», студенческая поликлиника, бассейн, крытый ледовый каток, спортивный и физкультурный комплекс и так далее, и так далее, и так далее. В чем сила университетов такого формата, у которых есть все? Вы знаете, можно говорить о таком дополнительном образовательном процессе, но инфраструктура, которая имеется у университета, действительно она очень большая. Не каждый вуз и столичный обладает такой инфраструктурой. Для нас важно, еще раз подчеркну, чтобы студент был такой многогранной личностью. И самое главное, чтобы он в университете чувствовал себя как дома. Чтобы он понимал, что для него открыты те площадки, которые у нас имеются. Это на самом деле для студентов, не для кого-то, не для какой-то там придуманной элиты. Это в первую очередь для студентов. Поэтому посещение бассейна, допустим, того же, и в рамках учебных занятий по физкультуре, они обязательны. И в рамках дополнительных занятий у них есть и предоставлено такое право. Есть возможность выступать в различных спортивных командах. А у нас их множество. И те команды, которые являются одними из лидеров вообще в России в студенческом спорте. И те команды, которые являются любительскими. Но кроме этого, по физкультуре множество секций, которые введены, вернее, в учебный процесс. Они являются, вот с этого года мы это делаем. То есть они в расписании стоят. И предоставлены возможности заниматься тем видом спорта, который тебе нравится. Если у тебя отклонения по здоровью есть, то это отдельная группа для занятий. И тренажерные залы, и спортивные объекты. И базы отдыха, где наши студенты очень активно проводят время. И различными тренингами, и опять же спортивными мероприятиями. И команды образованием, как сейчас модно говорить. То есть для быта и досуга есть абсолютно все. И несмотря на то, что, конечно, я еще раз повторюсь, у нас 9 общежитий. Нам не хватает места. Поэтому мы будем стараться делать все равно для того, чтобы студенты наши чувствовали себя в университете как в едином целом. И в таком кампусе. Все. Поликлиника, конечно, нужна. Потому что мы отслеживаем не просто, не только нужна, но мы отслеживаем на самом деле динамику состояния здоровья ребенка. К нам приходит студент. Ну, есть и студенты молодые совсем, которые являются там студентами среднепрофессионального образования. Приходит с определенными болезнями, но мы, во-первых, определяем, диагностируем не только по тем справкам, которые есть, но обязательно иметь досмотры. А дальше им оказываются уже различные процедуры, назначаются процедуры, которые он может проходить для того, чтобы выправлять свое здоровье. И на каждом этапе отслеживается динамика его состояния. Это очень важно. Да, если мы замечаем, допустим, что ребенку продает зрение, тогда назначаются определенные процедуры или профилактические какие-то мероприятия. Или рекомендуется снижение нагрузки. Ну, вот мы ведем такую статистику, и нам не просто интересно за этим отслеживать, но нам интересно смотреть, как меняется студент с первого дня до момента окончания. Поговорим о иностранных студентах. Какое количество их в этом году? В этом году количество иностранных студентов приближается к полутора тысячам. На первый курс около 600 человек приехали и приедут еще из практически 60 государств мира. Есть какие-то новые страны, которые выбирают орел? Для нас вновь открывается спустя 15-20 лет, наверное. Мы, вернее, открываемся для Латинской Америки. Приезжают из стран Латинской Америки студенты. И отрадно отметить, что они достаточно подготовленные для того, чтобы продолжать обучение не только на программах подготовительного отделения, не только на программах бакалавриата, но и в магистратуре. Приезжают студенты из стран Европы, в частности, Прибалтика, Финляндия. Для нас это тоже новый такой опыт, Португалия. Ну, опыт у нас есть с европейскими странами, конечно, обучение иностранных студентов. Но интересно то, что они приезжают уже на программы магистратуры. То есть они подготовлены со знанием русского языка. И поэтому, конечно, мы должны предложить им интересные программы. У нас много в этом году. Конечно, традиционно большое количество студентов из стран Африки, Азии, Индии, Египта. Но Вьетнам после встречи, которая была здесь, и с вьетнамскими работодателями, я бы так сказала, выбрали университет студентов из Вьетнама и будут учиться в этом году их большее количество. Поэтому мы рады большому такому, не просто количеству иностранных студентов, а большому количеству стран, для которых Орел становится действительно открытым, для которых Россия становится открытым. Мы постараемся сделать все, чтобы им было здесь и хорошо, и чтобы во время обучения они поделились с нами культурой, историей своих государств. Ну, а мы отдали частичку любви к России. Ну, это очередное подтверждение, что наш вуз престижен не только в России, но и во всем мире. А у нас очередное видео вопрос. Посмотрим. Ольга Васильевна, некоторые студенты совмещают учебу с работой. Как вы к этому относитесь? Действительно. Рекомендуете или нет? Нет, конечно, рекомендую. Вообще, когда студент работает и учится, а еще лучше, когда он работает по своей будущей специальности, это большой опыт, который он получает, и который мы получаем тоже, и преподаватель тоже, потому что он знает, что от него требует его работодатель. А с какого курса можно работать? С любого курса, если это не мешает учебе, по большому счету. Вот. Но на самом деле, ведь студент, который учится на вечернем отделении, или очно-заочное, как сейчас форума называется, он днем работает, вечером приходит на занятия. Я все время говорю, памятник надо ставить таким студентам, потому что его вечером дома ждет семья, а ему еще надо идти учиться. Пока он приедет домой, уже уставший, после рабочего дня, в общем-то, и время нужно на общение, и на подготовку домашнего задания какого-то. Но, тем не менее, эти студенты обычно быстрее делают различные курсовые проекты, особенно связанные с прикладной такой деятельностью, которая направлена на конкретную свою специальность, дипломные проекты. Люди ответственные уже. Люди ответственные, осознанно понимают, для чего нужно им образование. Поэтому, конечно, работать не... Ну и, конечно, для материальной поддержки, для финансовой важно. Очень много вокруг различных соблазнов, мероприятий, которые проводятся в городе, и не только в городе. Конечно, им хочется соответствовать и участвовать в этом полноценном. И родителям можно помочь. И родителям можно помочь, и немножко облегчить такое время. Но в то же время, конечно, надо не забывать о том, что в первую очередь студент приходит учиться для того, чтобы получить знания. И потом уже применить его на другой хорошей, престижной работе. Ольга Васильевна, в очередной раз предлагаю поговорить о перспективах за сегодняшний вечер, но посмотреть в такое вот, в отдаленное будущее. Если вам удастся реализовать все задуманное, каким будет наш университет? Это через несколько. Конечно, мы видим наш университет как определенный региональный, ну, в первую очередь, конечно, региональный интегратор интеллектуальных ресурсов. Мы бы хотели и видели себя занять роль генератора идей, начиная от молодых студентов, которые предлагают различные стартапы, которые предлагают идеи и открывают свои предприятия, которые могут работать в этих предприятиях, могут приглашать на работу дополнительно и студентов, и других людей, то есть становиться работодательными самим, генерируя самые лучшие, самые, наверное, безумные идеи на сегодняшний момент. Наша функция должна быть в том, чтобы предоставить все возможности для того, чтобы эту идею родить и довести до практической реализации. Вот университет, который востребован в первую очередь работодателем, университет, который востребован регионом, университет, который несет культуру, развивает социальные инновации, новые услуги для людей и нашего города, и нашей области, и России в целом, но и университет, имеющий свое лицо, которое отличает нас от других университетов. Не только многопрофильность, которая сегодня для нас характерна, таких вузов немного и в России, да и в целом мире, где практически все направления реализовываются, которые есть только, а у нас их более 300 уже в этом году. У нас появились новые образовательные программы, они должны появляться. Не просто направления подготовки, которые утверждены федеральными стандартами, но именно индивидуальные программы с названиями для определенных корпораций, для определенных организаций, с очень мощными, сильными компетенциями. Мы должны стать центром, в который будут приезжать не только студенты, но и ведущие ученые, ведущие деятели и экономики, и культуры, и искусства, и науки, и промышленности, и руководители различных компаний и организаций, для того, чтобы поделиться опытом с нашими студентами, нашими преподавателями. И этот год уже начинает быть насыщенным такими событиями. А мы расскажем о всех ваших проектах. Ольга Васильевна, я знаю, что ваши студенты гордятся тем, что в вузе столь титулованный ректор. Предлагаю сегодня поделиться советом, как добиться успеха. Хотя бы вот несколько таких советов. Но в первую очередь, конечно, это терпение. Второе, это возможность пользоваться своими знаниями, делиться своими знаниями с своими же одногруппниками, со своими коллегами. Потому что только в командной работе можно совершенствоваться самому, и можно сформировать определенный пул, наверное, своих одномышленников. Конечно, трудоспособность большая, наверное. Средство устойчивости. Я все время говорю об этом. Это слово, может быть, оно не очень красивое, но в то же время ко всему, что происходит в жизни, надо относиться не как к проблеме, а как к определенному этапу, в который надо найти решение. А решение любой задачи – это всегда интересно. Чем сложнее задача, чем интереснее, и результат, положительный результат решения. Это всегда приятно не только тебе, но и всем остальным, наверное. Я знаю, что много теплых слов вы скажете завтра на торжественной линейке. А сейчас ваши поздравления для всех орловчан с наступающим праздником, Днем Знаний. Дорогие земляки, уважаемые родители, дорогие студенты, для нас завтра начинается Новый год, Новый учебный год. Он будет, как и все предыдущие, сложным. Я хочу пожелать всем вам стойкости, я хочу пожелать вам творческих успехов, оптимизма. Своим коллегам, конечно, в первую очередь, хороших учеников, студентов, интересных подходов к реализации задач, которые вы сами ставите, и мы ставим совместно с коллективом. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое место в этом учебном году с точки зрения проявления своих способностей, талантов, самых лучших качеств. Но и самое главное, чтобы каждый был здоров, чтобы семьи были целы, чтобы светило мирное небо над головой, чтобы была хорошая погода завтра. Ну, будем надеяться. Ольга Васильевна, телеканал Первый областной также поздравляет вас с наступающим праздником. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Я напоминаю, что видеоверсию передачи можно найти на сайте телеканала Первый областной, обл1.ру. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok